а вроде бы кто-то там откликается есть отклики но есть такая задачка когда откликов нету до 2-4 дня это показательный срок да вы можете судить о том насколько успешно ваша вакансия нет откликов нет откликов полезли искать контекстном поиске забили стоматолог администратор менеджер по работе с пациентами менеджер по работе с клиент с ключевыми там лицами на и так далее там подобное и соответственно смотрим кто нам подойдет хочу сказать из статистики что 60 процентов успешных сотрудников приходит именно с холодного пояс да то есть хорошо если откликнуть прекрасно это люди у которых есть мотивация но все таки когда вы сами начинаете смотреть привлекать перерабатывать эту базу 60 процентов успешных сотрудников действительно они просто не ищут вот так вот работу активно не привлекутся если вы привлечете холодный поиск да да то есть вы берете открывайте базу контактов набираете на в контекстном поиске от называть контекстный поиск администратор оператор колл-центра а там не задам стоматолог врач единист управляющий директор все что угодно да то есть вы набираете смотрите резюме анализируйте отбираете себе обязательно приглашаете этого кандидата при помощи хэдхантера желательно еще дублируйте ему в мессенджере да потому что люди вообще плохо берут трубку то есть если вы сейчас откроете поиск начнете просто тупо всех прозванивать у вас будет меньше пяти процентов конверсии обязательно отсылайте приглашение это прямо вот мой вам совет это называется холодный поиск потому что человек к вам сам не откликнулся понятно да здесь хорошо неправильно ограничивать поиск только названием должности то есть если вы нещете администратора или куратора ну предположим куратора до забили куратор сколько режима вам там сейчас выпадет ну штук 20 до за всего города до менеджер по продажам менеджер по работе с клиентами менеджер по работе с пациентами если это действительно распространено есть ну как вот в москве например там реально можно посмотреть именно менеджеров по работе с пациентами вот если регион небольшой мы смотрим тех кто примерно под это может подойти администратор но не обязательно администратор это может быть оператор это может быть офис-менеджер это может быть документа вет какой-нибудь ну и так далее и тому подобное то есть тот кто к этому был близок в своем каком-то опыте который для вас важен важно вам чтобы он звонил ну и смотрите из полцентра людей там до телефонистов каких-нибудь важно вам чтобы он продавал ну значит ключевое слово у вас продажи да мы смотрим продажи если вам важно именно чтобы он был стоматологом тут понятно никого нет вопрос саш вообще-то видео снимаем извини пожалуйста ребят вы сейчас видео смотрит я вас очень прошу подпишитесь поставьте лайк комментарий сделайте так чтобы это видео распространилось потому что мы реально умеем открывать стоматологические клиники спасибо вам большое за лайк за комментарий за подписку поставьте колокольчик чтобы не забыть ну и соответственно то что я уже сказала мы смотрим и смежных областей которые прививают нужные нам навыки да то есть вот они обязательно они будут в названии но это то что нам интересно это тот навык который вы предполагаете есть у человека этой профессии нашли резюме на что нужно обратить внимание ну фотографию мы вопрос на самом деле не модельной внешности да то есть она насколько человек обаятелен на то есть если вот ну цепляет не цепляет потому что есть а даже на фотографии настолько вот люди вот смотрятся отрицательно да то есть прям такое впечатление может быть все классно вообще прям все здорово фотография не очень вот в этом случае не смотрим конечно но если эта фотография администратора лучше доверьтесь своей интуиции лучше посмотрите на фотографии а название резюме это то как себя соискатель и сама идентифицирует он хочет быть вот этим вот чем там написал вот он хочет быть именно этим человеком опыт если нам действительно важен опыт образование желательно чтобы было профильное там где она действительно нужно для тех же администраторов очень важно чтобы это было что-то смежное с гуманитарием да например там филологические там журналистки и пиары педагогическое это вот классно это люди которые очень на ноге на одной с коммуникации у них хорошо развита коммуникативные навыки у них хорошо структурированная речь и так далее и тому подобное ключевые компетенции эта штука есть только в хэдхантере но она реально есть то есть вы смотрите резюме и так человек вот про себя такие серые блоки выставляет коммуникабельность умение работать с документами и т.д. и т.п. смотрите это то что человек сказал о себе при помощи своих ключевых компетенций о о себе это есть такой раздел опять же в резюме хантера ну сейчас в основном наподобие как у хантера все и делают свое резюме о себе это та информация который человек решил сказать о себе это ключевая вообще вещь это то что человек решился заявить миру о себе вот он вам первую самопрезентацию себя правил ну и сопроводительное письмо если у вас стоит галочка сопроводительное письмо обязательно пожалуйста смотрите на то есть что-то написано зачем она написана отписка это ли не отписка на то есть но здесь опять же идет ваш первый анализ того как себя человек идентифицирует здесь все понятно я да 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 совершенно верно абсолютно с вами согласны так еще не подписался я тебя очень хорошо подпишись прямо сейчас поставь комик колокольчик лайк и т.д. Далее.